Ситуация временного удержания пенсии и заработных плат работникам бюджетной сферы горячо обсуждается обществом с самого первого дня, как было объявлено о таком решении. Не так давно пенсионеры получили свою первую пенсию в размере 70% от привычной суммы. Почему правительству пришлось пойти на такие меры, в очередной раз объяснила министр по социальной защите и труду. Можно не снижать выплату, не выплачивать размере 70%, не аккумулировать задолженность, но так как те доходы, которые мы получали, они в два раза ниже наших расходов для того, чтобы платить вам в виде своевременной и в полном объеме такого программа назначить. В таком случае у нас в следующем месяце задачка появилась на месяц, и потом она будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И в таком случае сложится ситуация, как пенсионер не будет знать, когда в следующий раз им не принесут ему полную пенсию. Другой вопрос, в каком объеме будет выплачиваться пособие на погребение в случае смерти пенсионера, и что станет с теми деньгами, которые удерживались с пенсии усопшего. На месяц способен на погребение, и тому, кто будет обращаться с другого родственника, другого лица ответственное за загребение, получишь вместе с пособие на погребение в полном объеме, также получишь всю за должность, которая сомневалась в этот пенсионер, переведите пенсионер, умершим, уйдите на окно. То есть если задолженность, когда это месяц, создавался 3-6 сотен месяцев, он еще не получил, он уже 4, а умер, он получит задолженность за предыдущие периоды, пенсию в полном объеме за текущие месяцы, если он не получил, и пособие на погребение в полном объеме. Бендерчан интересуют и другие вопросы – экономические и жилищно-коммунального хозяйства и услуг. На них отвечали представители государственной администрации города. Евдокия Прозорова, например, похоронила мужа 5 лет назад, а в этом году в квитанции об оплате коммунальных услуг было указано, что в квартире прописано 2 человека. Соответственно, платить теперь нужно за двоих. Проблему обещали разрешить в ближайшее время. А что касается пенсии – сложно, конечно, признается Евдокия Васильевна. Но раз государство просит помощи, значит, нужно помочь. Ну, раз надо, раз надо, ну, значит, так надо. Я знаю, что тяжело, и государство тяжело. Правильно, там говорят, там крадут, не крадут. Напомним, все, что временно удерживается государством из заработных плат и пенсий, становится долговыми обязательствами государства перед бюджетниками и пенсионерами и будет возвращено в полном объеме, как только ситуация стабилизируется, заверила присутствующих министр по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. Продолжение следует...